Сегодня мы в одном из шоу-румов по дизайну кухонь. И вот перед нами сидит Пол, мы сегодня с ним встретились. Он дизайнер, он разрабатывает нам проект. Но, кстати, мы обращаемся не только к нему одному, а, конечно, мы обращаемся к различным компаниям, сравниваем все по ценам и по качеству. Сами понимаете, качество у всех разное, услуги тоже разные и цены абсолютно разные. И разные сроки, сроки предоставления вот их услуг. Я так понимаю, что этот шоу-рум еще такой, видите, новый, вот необжитый, поэтому здесь особо такого ничего не выставлено, чтобы нам можно было посмотреть. Но они, конечно, предоставляют каталоги, как обычно, и, пожалуйста, смотри каталоги, и они уже по этим каталогам могут сделать все, что вам захочется. И вот сейчас нам Пол показывает дизайн нашей новой кухни, потому что он был у нас уже дома, снял все замеры и приехал вот к себе в кабинет, скажем так, в студию, и разработал вот этот вот дизайн. Значит, весь гарнитур сюда входит. Шкафы, ящики навесные, плита, посудомоечная машина, раковина, краны. Будет нам стоить 14 тысяч фунтов. Миллион четыреста тысяч рублей. Йосика, наверное, тоже будет в этом принимать участие. В общем, вот эта стена, мы ее сломаем, вот эту стену. Будем ломать, и здесь будем делать барную стойку. Здесь, наверное, оставим все так же, как есть, но только поменяем стол и стулья. Ну, в принципе, мы об этой зоне еще даже не думали. Вот эту стену сломаем. Соответственно, если мы эту стену сломаем, вот этого всего не будет, да? То есть, я лишусь вот этих вот верхних шкафов. Ну, внизу шкафы, может быть, не так много, но останутся. Здесь все так же останется, как есть. То есть, мойка будет здесь. Плита перенесется отсюда, вот в эту сторону. Вот эти ящики тоже отсюда снимем. Поэтому я лишусь очень многих ящиков вот этих вот, да? Поэтому сюда, на эту стену, мы поставим тоже такой, как бы, ну, как... Как небольшой гарнитур тоже. Все это будет, не знаем пока, в каком стиле. Коля сначала хотел традиционный, я хотела модерного. Теперь он хочет модерного, я хочу традиционный оставить. Ну, вот, чтобы вы понимали, это вот традиционный стиль. Классический такой, видите? Вот, когда вот эти вот выемки есть, да? Вот с ручками. Цветовую гамму мы пока еще тоже думаем о цветовой гамме. В общем, вот этого всего, вот этой стены не будет. И, соответственно, вот этого всего здесь тоже ничего не будет. Только будет одна барная стойка. На стену мы здесь тоже не будем вешать никакие ящики. Вот, и здесь тоже будет стена свободна, только будет здесь плита и, соответственно, вытяжка. Все ящики, ну, вот эти все ящики останутся, конечно, да? Вот это вот все останется. Кстати, вот здесь тоже будет у нас ящик один. Вот эту стену мы задействуем. Ну, и какие-то кабинеты, какие-то у нас ящики тоже уйдут вот туда, в прачечную. Я пока ее не показываю, потому что там у нас такой, знаете, бардачок. И там мои все краски я вытащила, потому что я, ну, в перерывах пишу, пишу картины. Вот такой большой проект. И, кстати, значит, мы хотим... Видите, у нас потолок весь в разводах. Вот англичане, очень многие, во многих домах можно увидеть вот такие вот разводы на потолке. Я не знаю, почему они это все делают, да? Видимо, может быть, потому что легче сделать такие разводы, чем выровнять потолок. Вот у меня, например, такая мысль. Не знаю. Потому что у многих заходишь в дом, и вот такие вот разводы на потолке. Поэтому вот эти разводы Коля хочет, конечно, убрать, потому что если стену сломаем, то разводы нарушатся, да? Поэтому он хочет сделать весь потолок плавным, обычным. Ну, вот смотрите, значит, работа. Стену убрать, потолки загипсовать, все сделать ровненько. Что еще? Электрику нужно будет перетянуть отсюда, с одной стороны, на другую. Сделать все сантехнические работы. Ну, снять, конечно, гарнитур, вот это вот все сделать, да? Заказать скип, как здесь называют, такой большой контейнер для мусора. Что еще? Ну, плинтуса вот все переделать, да? Вот этот вот разъем дверной у нас останется, проем дверной. Вот, в общем, за всю эту работу с нас попросили. Один рабочий пришел, посмотрел, говорит, я буду работать один, хочу с вас взять пять с половиной тысяч. Ну, пять с половиной тысяч – это полмиллиона рублей, даже чуть побольше. Другой пришел, он говорит, у меня компания, и будут работать несколько людей, и сделают они быстрее, чем тот, который вот будет один делать. Ну, они запросили девять с половиной тысяч. Ну, и чтобы вы понимали, девять с половиной тысяч – это около миллиона рублей. И это только за работу. За работу. А, ну, сюда еще включается, вот, когда кухня будет доставлена, гарнитур, да, вот нужно будет собрать всю кухню. Тоже сюда включили. Ну, то есть вот за миллион рублей они сделают нам вот эту вот работу. Если бы Колин, конечно, был сейчас не так занят и в состоянии, он бы, конечно, все это сам сделал за две недели. И сэкономил бы нам десять тысяч фунтов. Всем привет! Меня зовут Елена Прохладная, и вы на канале «Антри моим глазами». Давно не виделись, потому что я все время снимаю видео. Почему-то получается, что я все время за кадром рассказываю вам о чем-то, показываю вам, но вот сейчас решила появиться. Поэтому всем привет! Всех вас надо приветствовать! И хочу сказать, что те, кто еще не подписан на мой телеграм-канал, подписывайтесь, пожалуйста. Ссылку на него я оставлю прямо под этим видео. Начала видео записывать в одной комнате в гаражной. Сейчас Колин приехал, включил какую-то там помпу в машину. В общем, там звук какой-то пошел дурацкий. Пришлось перейти сюда. Так вот, хочу закончить свою мысль о том, что какая нам предстоит большая работа, сами знаете, потому что, мне кажется, кухня – это самый такой грязный, самый такой ужасный, большой проект во всем доме. Это вот весь ремонт, который у нас есть в доме, Колин сделал сам. Консерватори, каждую комнату, все-все-все, ванную, все он сделал сам, своими руками. И достаточно быстро, вы знаете, вот он сделал все четыре комнаты наверху, за исключением ванной комнаты, да, где-то, наверное, за полгода. А, плюс еще зал он сделал и столовую. То есть вот все было готово к приезду наших детей, когда мы сюда переехали. Это было сделано за полгода. Но он делал, если учесть то, что он делал один, все работы, да, то это, конечно, очень быстро. Поэтому мы нашли еще одну компанию, которая, владелец которой нам сказал, что он все сделает буквально за четыре недели. То есть если начнет он в июле, то в июле он и закончит. Очень хочется этому верить. И мы тоже с ним договорились. У него более-менее такая цена, потому что он сам производит, и он сам же и, ну, вернее, его компания делает еще и работы вот эти вот все. То есть нам не нужно нанимать другую компанию, чтобы сделать вот эти вот стену там снести и так далее, да, которые я вам показывала. Вот у него как бы два в одном, поэтому у него цена ниже. И, ну, посмотрим, посмотрим, что нас ждет еще, потому что у нас еще впереди еще две компании. Мы хотим вот несколько опросить, как мне порекомендовали, да, девушки. Говорит, вы несколько, конечно, компаний опросите, посмотрите, походите, и потом уже составьте свое мнение. Ну, мы, в принципе, так и сделали. Новенького у нас были перевыборы мэра города, поэтому Колин теперь не мэр, а мэром стал его зам, потому что в Англии здесь действует такой принцип, то есть зам на следующий год становится мэром, вот. Потому что весь год зам мэра учится, смотрит, вникает во все подробности, во все детали работы мэра, и потом, когда уже приходит его срок, он практически уже готов к тому, чтобы занять вот эту позицию. Вот. Ну, у нас вот так и произошло. Два года Колин был мэром, сейчас мэром стал его зам, а Колин стал его замом. Но это не значит, что на следующий год Колин опять будет мэром. Он говорит, что он достаточно устал от этой работы, потому что, вы знаете, Колин такой человек, что он не может делать, допустим, все спустя рукава. Если он делает, он делает все на пять, на пять с плюсом, да, такой перфекционист. И это касается вообще просто всего. Поэтому даже вот эта волонтерская работа, она вот была не как бы так вот так просто, да, а он вот именно служил, служил городу. Вот. Хотя, конечно, есть и недовольные, как обычно, да, это бывает. Но теперь эти недовольные поняли его правоту, и теперь уже как бы не выражают своего недовольства. Ну вот, тем не менее, значит, Колин стал замом, но не знаю. Он также мне еще обмолвился, что, возможно, он снимет свою кандидатуру с замов, потому что он опять-таки устал. И вот этот кухонный проект, и какие-то там еще у него проекты на работе, потому что он же полностью работает, у него полный рабочий день. Конечно, его поддерживаю, как могу, со своей стороны, но, тем не менее, не знаю, не знаю, что у нас получится в будущем. Кстати, хочу сказать огромное всем спасибо, всем моим новым подписчикам, потому что нас сейчас 58 тысяч. Это не так много, но если посмотреть на население нашего городка, 17 тысяч человек, фунтов хотел сказать, 17 тысяч человек. И да, то получается это вот примерно в три раза больше. То есть меня смотрит наш город в три раза больше, чем наш город. Огромное спасибо за то, что вы подписываетесь на мой канал, за то, что вы делитесь моими видео в других социальных сетях и приглашаете своих подруг и знакомых, я об этом знаю. Огромное вам спасибо, всех благодарю за то, что вы со мной все это время. И новые подписчики меня также спрашивают, чем я занимаюсь и где я работаю. Но так, чтобы работать, вот ходить на работу, я не хожу. Я занимаюсь блогерством, но это не моя работа, это мое скорее увлечение, мое хобби, потому что мне нравится снимать видео, мне нравится путешествовать, рассказывать о том, где мы бывали, что мы делали, и цены сравнивать, и описывать места. Я также занимаюсь писательством. Я еще нигде ничего не опубликовала, но может быть, когда-нибудь в скором времени я это сделаю, потому что у меня накопилось уже, так знаете, есть достаточное количество заметок, которые можно уже, наверное, где-нибудь опубликовать. Я пока еще над этим думаю. И что еще я делаю? Я занимаюсь английским языком с теми, кто хочет продвинуть свой спикинг, именно просто поговорить. Допустим, девушки уже умеют разговаривать, и им просто не с кем разговаривать, поэтому я предлагаю свои услуги именно по говорению на английском языке. И также консультации по, скажем так, как лайф-коучинг, да? То есть, если, допустим, у девушек есть какие-то проблемы в отношениях, либо проблемы с самооценкой, либо проблемы какие-то со своими убеждениями, которые мешают им двигаться дальше, то я предлагаю, опять же, свою помощь и свои услуги. Вот примерно так я сейчас действую. Ну, к тому же еще я пишу картины. Вот на заднем фоне, вы видите, у меня... Вот так сейчас нагну. Даже три картины. Наверху стоит сморозина, но что-то слишком многовато. На одном... в одном шкафу вот что-то многовато. Ну ладно, ничего страшного. Возможно, я поставила вот эти вот две нижние для... Больше, так знаете, для декора. Картины пишу, продаю, если продаются, но в последнее время почему-то пока нигде не выставляю, потому что было некогда. Потому что когда Колин был мэром, мы тут с ним очень были заняты. Но я продолжаю также волонтерить, являюсь волонтером нашей комьюнити, нашего сообщества деревенского, скажем так, городского деревенского сообщества. Вчера, в пятницу, у нас было такое, знаете, детское мероприятие, на котором я тоже работала. И где-то, наверное, с десяти вот до двух часов, на четыре часа мы там поработали очень успешно, все хорошо было. Так что вот такими делами я здесь занимаюсь. Еще хочу сказать, что где-то, наверное, ближе к середине июня ко мне собирается приехать мама. И мы поедем ее встретить на полпути. Привезу ее ко мне, и она где-то, наверное, пробудет у меня. Ну, как планируется, пробудет у меня где-то, наверное, около недели. Поэтому у вас будет возможность и у меня тоже, в первую очередь, повидаться с мамой, поговорить с ней. Ну и, конечно, мы запишем для вас видео, и, возможно, выйдем в открытый, в прямой эфир. Сегодня у меня все. Вот такие вот у нас новости. Это еще не все новости, но, как вы знаете, я не люблю длинные видео, не люблю ходить вокруг да около. Поэтому на сегодня у меня все. Всем до свидания, всем пока. Желаю вам всем прекрасной погоды, потому что сегодня 1 июня, сегодня первый день лета. Вас с первым днем лета, с днем защиты детей, наших детей, наших внуков, правнуков, чтобы у всех было, у них и у вас тоже, крепкое здоровье и успех по жизни. Всем до свидания, всем пока. Увидимся позже. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!